Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Согласно результатам международных исследований, в Кыргызстане женщины составляют 5% от всех осужденных. В мире этот показатель достигает от 6 до 10%. В местах лишения свободы в стране содержится сегодня более 300 женщин. Женщины после освобождения. Как складываются их судьбы? И возможно ли действительно возвратиться домой и к жизни? Тему продолжит Айтанок Нординова. Удар по голове упала. Проснулась уже за решеткой. Из-за бытовой ссоры между подругами Гульзат 4 года отсидела в тюрьме. По рассказам девушки, ее подставили. Избившие успели первыми написать заявление. Ее осудили по статье «Хулиганство». В суде даже не стали разбираться, говорит Гульзат. Меня сильно избили. Потом пошли, написали заявление. Тогда мне было всего 17. Все вышли против меня. Одна из тех девушек, которые избили меня, была родственницей начальника РОВД Монасского района. Суд прошел и в областном суде. Мне дали 10 лет. Но позже суд сократил срок заключения до 4 лет. Вспоминает она. Глоток свежего воздуха. В октябре прошлого года Гульзат вышла из тюрьмы. Тогда она поняла, что самая главная свобода и возможность трудиться. Однако клеймо заключенного и после освобождения мешает ей начать жизнь с нового листа. В поиске работы перед женщиной не раз закрывали двери. Если честно, очень тяжело найти работу. Я сейчас работаю в одном из швейных сухов столицы. Но на работе никто не знает о моей судимости. Если я сказала бы им правду, я уверена, что меня не взяли бы на работу. Также и паспорта сегодняшнего дня не получила. Но я уверена, что со временем все наладится. У меня есть много планов, которые я должна успеть реализовать. Рассказывает Гульзат. Отсидевшая в тюрьме 8 лет. Нурджамал в прошлом году за хорошее поведение была переведена из колонии общего режима на поселение. В место, где даже приступивший закон граждане имеют право на свободное передвижение и трудиться. 38-летняя Нурджамал сегодня смогла устроиться дояркой. Когда слышат, что в колонии-поселении никто не хочет брать на работу. Есть разные люди. Если, к примеру, даже устроиться швеей, то думают, что-то может украсть. Сейчас работаю в Беловодском дояркой. 20% от заработных денег мы оплачиваем в колонии-поселении. Меня все устраивает. Самое главное, необходимо вовремя приходить отмещаться. Соблюдать дисциплину нельзя пить. Делится Нурджамал. Сейчас у Нурджамал начала жизнь налаживаться. Муж ее принял. Помогает реабилитироваться. Однако специалисты уверяют, что это практически единый случай. Так как зачастую от заключенных отворачиваются не только общество, но и родные. На сегодня достигнут соглашения с более 20 общественными фондами НПО. Перед выходом на свободу мы пытаемся их связать с родными. Также рассматриваем вопросы, куда они пойдут. Есть ли у нее документы, есть ли место проживания. В этом плане мы начинаем работу за 6 месяцев вперед. Более того, многие даже не могут возвратиться в семью, так как родственники не принимают их. В связи с чем на сегодня остро стоит вопрос поменять общественные мнения по отношению людей, которые сидели в тюрьмах. Рассказывает представитель пресс-службы ГСИН Элеонора Шашиналиева. Если ввести в поисковике в интернете запрос о возвращении в семью после освобождения, Google выдает огромное количество форумов с обсуждениями. Не только тяжело адаптироваться после освобождения, но и тяжело близким принять. Привыкают обе стороны. Особенно тяжело приходится супругам и детям. Не каждый мужчина готов принять супругу после тюрьмы. В первую очередь, да, думает об общественном мнении, что люди будут обсуждать. Также стоит вопрос о воспитании детей. Сможет ли она дать достойное воспитание? Конечно же, теряется доверие. В то же время и женщине тяжело. Только сильные супружеские пары смогут сохранить брак. А родители в большинство случаев прощают. Рассказывает психолог Айгуля Ибраева. Психологи при этом отмечают, что важную роль в реабилитации бывших заключенных играет окружение человека. Близкие люди и общество в целом, кто способен оказать поддержку, встать на ноги. Если человек по-настоящему хочет с этим справиться, скорее всего, он сможет это. И вот в этом случае общество может и должно ему помогать. Говорит психолог Денис Андреев. Серьезный вызов бывшим заключенным бросает поиск работы. Людей судимостью практически не берут на работу. А ведь занятость – это основополагающий критерий. Чтобы не нарушать вновь закон, ведь жить на какие-то средства надо. Несмотря на все проводимые работы, если даже имеют соглашение, если работодатель узнает, что человек вышел из тюрьмы, практически отказывается принимать их на работу. Или предлагает совсем низкую заработную вкладку. Дополнила Эля Нора. В связи с чем сегодня остро стоит вопрос разработать специальную государственную программу по трудоустройству бывших заключенных, говорят правозащитники. В соседнем Казахстане уже осуществляется система трудоустройства через центры занятости. За год здесь устроили на работу больше сотни бывших осужденных. Тем временем в России планируется создать социально-реабилитационные центры для бывших заключенных, где будут проживать и работать освободившиеся из колонии люди, которым некуда идти. Мы пытаемся сейчас восстановить производство именно в учреждениях, где непосредственно сами осужденные работали. После освобождения даже у нас есть, мы как бы ПМК восстановили, вернее. И там работают основные мужчины бывшие осужденные. Тоже мы их берем на работу, строительной работой занимаются. Рассказывает Эля Нора Шершеналиева. Начать жизнь с нового листа. Женщинам сегодня пытаются помочь уже в местах лишения свободы, отмечают в ГУСИИ. Им дают профессию, которая смогла бы прокормить их на свободе. Как сообщается, на базе женской колонии имеются свои цеха. По изготовлению швейных изделий, также хлебопекарня. Кроме этого, проводится обучение в спецклассах, где преподаватели из профлицеев проводят полугодовой курс по 20 специализациям. Дипломы выдаются, специальность получает молодежь сидеть в среднем 5 лет. Они в течение 5 лет могут получить себе несколько образований. Это сертификат государственного уровня, все такое, законное. И при освобождении они могут работать по специальности токарям, слесарям, электрикам. По-моему, у нас даже есть декоратор-световод, швейный производство. Мы стараемся дать те образования, которые постребованы на рынке в данное время. Это, получается, швеи, строители. У нас есть вторая колония, как бы, цех мини по производству соевого молока. И там у нас обучаются именно технологи по соевой продукции. Вот именно декораторы, там парикмахеры, в основном учатся женщины. И это тоже одно из направлений, как бы, устроить свою жизнь после освобождения, я так думаю. Есть одно «но». Здесь, получается, как бы, учебников нам не хватает специализированных, новых. Рассказывает Шаршин-Алеева. Заключенный, значит, преступник на всю жизнь. Такое мнение бытует среди общественности. Туликан Исмаилова говорит, что статус осужденного не должно быть клеймом на всю жизнь, так как на преступления женщины идут зачастую из-за нищеты. Большинство из них отсиживает срок по статьям мошенничества, кражи и грабеж. Многие, безусловно, скажут, что это их не оправдывает и будут правы. Но другая сторона медали все еще остается. Право на ошибку еще никто не отменял. Каждый из нас не должен забывать помогать им. Также работу с ними должны проводить и местное самоуправление. Должны быть созданы все необходимые условия, чтобы они снова не возвращались в тюрьму. Эту ответственность должны взять и окружающие родственники, общественность. Необходимо оставить стигму, сломать стереотипы, что раз сидел, значит уже не человек. Важно не забывать, каждый может ошибиться. Призывает правозащитник Толякан Исмаилова. Согласно результатам международных исследований, в Кыргызстане женщины составляют 5% от всех осужденных. В мире этот показатель достигает от 6 до 10%. В местах лишения свободы страны содержится сегодня более 300 женщин. В Казахстане эта цифра составляет 3050 человек. При этом в нашей стране есть только одна колония для женщин. В Казахстане 6. Нередки бывают случаи беременных заключенных. Как правило, роды проходят также и в тюрьме. В каких условиях и как проходят роды, остаются большим секретом. При необходимости женщин приводят и в столичные родильные дома. По данным прошлого года, вместе с матерями за решеткой находятся 9 детей. Известно, что в 3 года детей отбирают и передают в детские дома или родственникам. Последние же не всегда соглашаются воспитывать чужого ребенка. Чаще всего малыши попадают в интернаты. После чего судьба их складывается весьма трагично. Дать шанс женщинам с детьми сегодня предлагают парламентарии. В случае одобрения инициативы под амнистию попадает 900 человек. Это беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет. И несовершеннолетние. Также парламентарии отмечают, что самое важное необходимо рассмотреть условия. Также разработать государственную программу, чтобы человек вернулся на свободу полноценным гражданином, а не изгоем общества. Особенно это касается женщин, ведь именно они воспитывают следующее поколение детей, которые и есть настоящее и будущее нашей страны. Айтану Хнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайте iwpr.net. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся.